МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он в дорожных войсках был, именно в железнодорожных. Они очищали пути разбитые перед тем, как шли эшелоны. Второе имя – это Пилипенко Марфа Павловна. Это родная сестра моего дедушки, которая в 18 лет ушла медсестрой. Теперь имена жителей Полушкина, участников Великой Отечественной войны, увековечены в камне. Для этого их потомкам пришлось проделать большую работу, чтобы никто не оказался забытым. Мы действительно, все деревни, мы проводили огромную работу. Мы искали информацию, проверяли все сайты, ездили в музей славы, поднимали все. То есть многие семьи даже не знали, много информации они узнали, вот после того, как мы все это начали искать. Памятный знак героям Великой Отечественной войны в деревне Полушкино торжественно открыли 15 июля. Это день рождения окружного депутата, почетного жителя Кубинки Анатолия Шудыкина. Он вместе с местными жителями приложил немалой сил для установки стеллы, но до торжественного дня не дожил. Проходил все согласования, получал разрешение, находил спонсоров и финансирование создания памятника, кто занимался каждый день активно проектированием обелиска. Это Анатолий Николаевич Шудыкин. Он почти довел этот проект до конца. К нашему большому сожалению, 2 июля Анатолия Николаевича не стало. На войну из маленькой деревушки уходили семьями. На памятном знаке высечено 61 имя. Погибшие на фронтах, пропавшие без вести и вернувшиеся с победой. У каждого героя своя история, которую должны знать потомки. Война не окончена, пока не захоронен последний погибший солдат. На полях Полушкина, по словам местных жителей, есть работа для поисковиков. К ней Одинцовские поисковые отряды планируют приступить в ближайшее время. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.